Историческая часть Самары, улица Ленинская, целый квартал из построек начала 19 века. Тогда здесь не предполагалось интенсивного движения автомобилей, впрочем, как и самих автомобилей. Анна Сосенко живет в доме на Ленинской уже 40 лет. В последние годы жители начали испытывать дискомфорт, рассказывает женщина. Мне надо, чтобы они отремонтировали вот здесь дорогу, повыше сделали асфальт, чтобы машины ехали, чтобы воды не стояла, вода, болото. Всегда у меня двери грязные. Вот меня это все волнует. Все вода, все брызгает с улицы, вот из здоровья, с асфальта. Мне все как брызгают, я говорю, я не успеваю дверь мыть. Здесь у нас вот это вот стекает все, но если они подремонтируют, это будет хорошо. На просьбы жители отреагировали. Проезжую часть на Ленинской приведут в порядок уже в этом году. Участок от улицы Полевой до Чкалова отремонтируют комплексно. Заменят асфальт и бортовой камень. Нашли решение для того, чтобы вода не затекала в подвалы и в соколи домов. Так называемые приямки перед окнами цокольных этажей оградят бортовым камнем. Очень много частных домов. Зачастую у домов присутствуют цокольные этажи, приямки, они все в разрушенном состоянии. Но мы сейчас продумываем, как это все заделать, чтобы не навредить существующим постройкам. Всего в городе отремонтируют 47 дорог. Продолжат ремонт на Старозагоре и Победе. Возьмутся за работу на новых участках Арцебушевской и Мичурино от Полевой до проспекта Масленниково. Все дороги приведут в порядок благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С самарцем такие перемены по душе. Да ну в принципе в нужен, конечно. У нас многим дорогам нужен ремонт. Один из крупных участков улица Мичурино, где всегда насыщенное движение как автомобилей, так и общественного транспорта. Осложняется дорожная обстановка и тем, что здесь входят трамваи. В час пик многие машины пытаются объехать пробки по рельсам, из-за чего страдает асфальт. Участки между рельсами тоже займутся. В планах отремонтировать больше 500 погонных метров межпутья. К ремонту приступят уже этой весной при теплой погоде. Мы планируем изобретать больше комфортных жителей нашего города, в том числе из-за строительства двородных полос и устройств парковочных мест. На данный момент данный вопрос находится на согласовании Горгаи. Если проблем с переносом коммуникации не будет, значит правая воротная полоса предполагается в районе улицы Клинической и в районе улицы Осипенко. Пока зима не спешит сдавать позиции, в городе не останавливают дорожные работы. Службы благоустройства ежедневно убирают улицы, чистят снег и заботятся о безопасности горожан. Борются с наледью. К концу 2020 года большинство заявленных дорожных участков уже приведут в порядок. Гарантия на эти работы составит 5 лет. Мария Левина, Николай Сидоров. События.